Современное понятие так называемой песочницы, то есть сэндбокс, или же, как ее еще называют фриплей игр, заметно изменилось по сравнению с началом 2000-х. Сейчас, говоря песочница, мы подразумеваем строительство из кубиков на манер Майнкрафт, создание из подручных средств какого-нибудь убежища, выживание в компании с ордами зомби, или хотя бы бегание по какому-нибудь лесу с целью сбора всякого хлам. Во многом в этом виновата за силе survival проектов и, как я их называю, кубических игр. В то же время нельзя забывать, что фриплей может быть совсем другим, ведь сэндбокс это не жанр, это стиль. Стиль, в котором главная суть игрового процесса сводится к как можно большему раскрепощению игрока. Не заваливанием его кучей квестов и хватанием в захапку, а предоставлению такой свободы, в рамках которой он сам должен придумывать, чем ему заняться. Если уж разобраться, большая часть игр в серии Mounted Blade это тоже песочница. Не каждый современный игрок готов в это поверить, но посудите сами. У нас есть глобальная карта с городами и замками, несколько фракций и вариантов для сбора армии, куча предметов экипировки, торговля. А с момента выхода Виккина Квест и Кариб еще и морская тематика со всеми вытекающими. В этом свете было бы особо интересно взглянуть на те фриплей игры, которые выходили до проекта Теллвордс. И именно поэтому я решил вновь вернуться к несколько позабытой теме, что было до Mounted Blade. И да, самого Майнкрафта в сегодняшней подборке не будет, вы не поверите, но вышел он на год позже официального релиза Гора Клинка, не говоря уже о ее бета-версиях. И первая игра, которая подошла мне в голову, это The Sims. И хотя Mounted Blade и Денчий Максис настолько же разные, как два последних носка в ящике, у них есть одно общее качество – свобода. The Sims, выпущенный, кстати говоря, в далеком 2000 году, задавался как симулятор жизни отдельно взятой семьи. Мы следили за нашими подопечными, строили им дом, занимались благоустройством в жилплощаде, подбирали работу. А когда стандарт набор сикал, игроки начинали придумывать себе развлечения сами. Утопление людей в бассейнах, замуравывание грабителей в стенах, создание безумных дизайнерских проектов и многое другое. Собственно, именно таким вещам и посвящалась львиная доля времени, проводимого в игре. Возможности было столько, и реализованы они были так необычно, что Sims сыскали ошеломительный успех, поправо став самой продаваемой игрой своей эпохи. На самом деле, если разобраться, The Sims не был первой игрой, симулирующей жизнь. Так, к примеру, еще в 96-м году на свет появилась малоизвестная ныне Harvest Moon, за авторством еще менее известной японской студии Victor Interactive и Yosuhiro Wada. Игра предлагала нам заняться фермерством сразу на целой куче платформ, в том числе и на PC. Впрочем, сегодня настолько далеко мы углубляться не будем. Вернемся к более привычным нам названиям. Отличным примером свободного процесса стал Garry's Mod, первоначально выпущенный как модификация для Half-Life 2, еще в 2004-м году. И хотя первые версии были крайне ограниченными по сравнению с текущим функционалом игры, даже тогда проект отличался серьезными задатками. Фактически, в наши руки попадал конструктор, позволяющий оперировать объектами и экспериментировать с физикой. Хотите собрать из досок планер? Пожалуйста. Закидать зомби ящиками? Тоже не проблема. В принципе, с учетом дополнений, игра уже тогда приближалась к такому состоянию, когда ее возможности ограничивались лишь фантазией игрока, а не заложенным функционалом. Немало лето внесла поддержка сетевого режима, засасывающего игроков, в том числе, кстати, и меня, на долгие часы. Если кто-то из современных разработчиков заявит о инновационном строительстве с поддержкой полноценной физики объектов, я рассмеюсь ему в лицо. Еще в начале 2000-х в Garry's Mod я уже строил хижины, разлетающиеся от взрывов гранат. На год позже в моде Garry появились Crazy Machines, игра, основанная на принципе машин Голдберг, то есть, если довериться Википедии, устройства, выполняющих очень простое действие чрезвычайно сложным способом. Пример таких машин – это линии из выложенных доминошек, когда одна, пав, заставляют падать следующую. Вот примерно этим и занимался игрок, запуская Crazy Machines. Только в гораздо более безумном виде. Выключали вентиляторы, беговые дорожки, отправляли в полет воздушные шары, сбрасывали гири, строили разные конструкции и удивлялись изящейся самого простого решения. Несмотря на напускную внешнюю простоту, эта игра содержала в себе просто невероятный запас возможностей. В рамках и своего игрового процесса, конечно же, но этого хватало. Не странно, что для проекта было выпущено в совокупности почти два десятка наполнений и продолжений. А теперь поговорим о кубиках. Да, я обещал, что в этом видео Майнкрафт не будет, но речь совсем не о нем, ведь еще в ноябре 2004 года появился прототип Blockland. Игры про кубики. Кубики из набора детского конструктора. Задача игры проста, как два пальца. Построить что-нибудь из доступного набора деталей. Слишком просто, скажете вы, и будете не правы. Возможность игры на самом деле колоссальна. Фактически ее можно сравнить с чистым листом бумаги, на котором вы можете оставить непонятный каракуль, а можете нарисовать целое произведение искусства. Если из уже упомянутого детища Мажанг выразить всю боевую часть, то оставшийся игровой процесс не будет стоить и половины того, на что способна Blockland. Увы, главный плюс проекта является, наверное, его и главным минусом. Настолько сильно завалившиеся в творческих процентах проекты оказываются попросту неинтересными для тех, кому в единственной фантазии свалился холодильник. Кстати говоря, если говорить о кубиках, то стоит вспомнить всемирно известную компанию LEGO, которая, ко всему прочему, в том же 2004 году засветилась собственным кубическим проектом с довольно очевидным названием LEGO Digital Designer. Впрочем, данный продукт скорее напоминает некий редактор, нежели компьютерную игру. 8 августа 2006 года по праву считается днем веселого поражения, ведь именно эта дата считается официальным днем релиза 2 в Fortress. Некоторые определяют данную игру как идейного наследника Можести и Данжен Кипер, но мне такая формулировка кажется неправильной, ведь указанные проекты при всей своей важности полноценной песочницей не являлись. В них всегда были четкие задачи и способы их выполнения. А вот крепость в первую очередь это именно песочница. Возможных вариантов развития сообщества дворфов здесь ничуть не меньше, чем способов добиться их полного геноцида. Строим замок, следим за населением, копаем шахты, отражаем атаки гоблинов и попутно вникаем в огромное количество возможностей, нюансов, нюансов возможностей и возможностей нюансов. Несмотря на внешнюю неказистость, данная игра способна преподносить сюрпризы каждый день, даже хорошо освоившим ее игроку. Это и естественно суть песочницы. Вообще, если задаться целью найти корни дворф фортос, то в итоге мы докопаемся до роджей лайф игр, или в простонародье рогаликов, начавших свое развитие еще в 1980 году. Несмотря на то, что долгое время подобного рода героякты оставались сугубо текстовыми, они очень хорошо раскрывали суть фриплей игр, давая игроку такие возможности, на какие способен далеко не каждый графический интерфейс. Ну а для тех, кто при просмотре данного видео мог подумать о том, что уделом исключительно многопользовательских проектов все это время оставался фарм белочек, у меня припасен еще один проект в безумии всех описанных ранее вместе взятых. Имя ему Space Station 13. Если описывать его суть кратко, то суть данной игры заключается в выживании на ввергнутой в хаос космической станции. Впрочем, есть у данного в описании один нюанс. В хаос ее ввергают сами игроки, а главной предпосылкой к этому выступает колоссальная свобода и набор возможностей. Формально у каждого участвующего в игровой обсессии персонажа есть своя профессия, сопряженная с рядом умений и задач. Совершенно не мешает полностью их проигнорировать. Масло в огонь подливают случайно события и попытка игроков стабилизировать ситуацию, устанавливая глупые правила и ограничения. Само собой, они никогда не работают. Каждая партия – это уникальный игровой процесс и неповторимый сюжет. Как и у многих указанных в нашем сегодняшнем обзоре проектов, у космической станции нет красивой оберки, но игроки, раскручившие эту конфету, уже никогда ее не забудут. Симулятор жизни, мод для шутера, безумные изобретения, конструктор, симулятор геноцида гномов и даже безумие в космосе. Очень необычный список у нас получается на самом деле. Но я сразу вас предупредил, песочница – это в первую очередь идея, а не жанр. Совершенно не странно, что фриплей игры в итоге оказались такими разными. Эта деталь лишь повышает важность игрового процесса в Mount & Blade, который, ко всему прочему, был уникален сам по себе, как и многие представленные сегодня проекты. И это, кстати, выгодно отличает от его целой кости современных песочниц, каждая из которых пытается рассказать о своей уникальности, но при этом в основе своей идеи идентично предыдущей. Ну а напоследок скажу, что за бортом моего сегодняшнего видео, вероятно… Нет, даже так, точно остались и другие неординарные проекты, которые, несомненно, заслуживают места в числе указанных сегодня игр. Но моей задачей было не показать все, я всего лишь хотел за счет сравнения объяснить, что сэндбокс – это в первую очередь свобода, и почему мне так обидно, что понятие этой самой свободы не распространяется на современных игроделах, ставшими рабами созданных ими же самими стереотипов. Ну а с вами был Ванок, подписывайтесь на канал, и всем удачи!